Алоха, друзья! С вами бывалый путешественник Андрей. Угадайте, в каком мы находимся городе. Мы находимся в the capital of Great Britain. Это Лондон. Лондон? Да, Лондон. Ты знаешь, пищи, чипы, чай, плохое мясо, плохое время, мэри-паппинс, Лондон. И в этом видео я вам расскажу, когда сюда ехать, зачем сюда ехать, где здесь жить, что здесь кушать. Поделюсь своим опытом и, возможно, какими-нибудь советиками. Ну что, подписываемся внизу на канал. И погнали знакомиться с Лондоном! Зачем же приезжать в Лондон? Каждый найдет свою причину и, главное, ту, от которого его сердце будет петь. Лондон – это исторический город, это столица Великобритании. Здесь множество парков, множество достопримечательностей. Это финансовая столица Европы. Каждый найдет что-то для себя. Причины, по которым приезжаю сюда я – это вкусно покушать индийскую кухню, погулять по паркам. Лондон – очень зеленый город. Здесь есть Guide Park, Green Park и St. James Park. Это самые мои любимые парки. Когда же лучше ехать в Лондон? Нужно учесть, что Лондон – это финансовая столица, поэтому здесь всегда очень много людей съезжается постоянно. Но также можно учитывать, что есть высокий сезон и есть немножко меньше сезон. Так вот, высокий сезон с апреля по сентябрь. Большая часть людей приезжает сюда именно в это время года. Хорошая погода, меньше дождей, соответственно, тепло. Большинство достопримечательностей уже открыто. Также нужно учесть, что пиковые месяцы – это июль и август. 1,5 миллиона путешественников приезжает сюда с материка, чтобы насладиться этим городом. Соответственно, и жилье, и перелеты, и все остальное будет дороже. И очереди в достопримечательности тоже будут длинные. Низкий сезон начинается с начала октября по декабрь месяц, а также с конца января по начало апреля. Людей меньше, потому что холодно. Самый пиковый по холоду месяц – это январь. Здесь на самом деле зябко, океан находится недалеко, и туманы тоже могут быть частенько. Но если вы приедете в это время, то сможете немножко сэкономить. Только одевайтесь, как я сегодня потеплее. А вообще ехать сюда можно хоть каждый день. Единственное, что учтите, что чаще всего перелеты с понедельника по пятницу более дорогие, чем в другие дни. Потому что люди отправляются сюда по бизнесу. Соответственно, и отели тоже более дорогие. Как же выгодно добраться в Лондон? Конечно, вы можете прийти сюда песком, либо приехать на вот такой вот красивенькой лошадке. Но я рекомендую все-таки сюда лететь. Например, из Киева сюда летают 3 авиакомпании прямыми рейсами. Это Визейр, Международная авиалиния Украины МАУ, а также British Airways. Самые дешевые цены у Визейра. Самый дешевый вид, который я нашел, стоит 40 евро. Средняя цена Визейра 157 евро. МАУ самый дешевый билет я нашел за 96 евро. Средняя цена 220 евро. Но учтите, что у Визейра и у МАУ, скорее всего, багаж не будет включен. Да, багаж не включается у этих авиакомпаний. Это практически лоукостеры. British Airways самая дешевая цена 139 евро. А средняя 348 евро. И у них тоже багаж не включен, только ручная кладь. Но у них ручная кладь до 23 килограмм. 23 килограмма. Самое главное, не забывайте, что дешевые билеты нужно искать и находить на сайте TripMyDream. Hello? TripMyDream? Hello? TripMyDream? TripMyDream? Hello? TripMyDream? Где же в Лондоне жить? В Лондоне 12 районов. Самый центральный из них сити. Поэтому, если вы хотите иметь ближайший доступ ко всем достопримечательностям, останавливайтесь именно здесь. Чуть западнее сити находится Вестминстер. Это то место, вокруг которого находится и Вестминское аббатство, и Биг Бен, и Лондон-Ай, и множество других достопримечательностей. Кстати, если вы фанат Шерлок Холмса, то вам точно именно сюда. Кенгсингтон и Челси. Это 2 наиболее роскошных района столицы Британии. Здесь живут в основном очень богатые люди. Но не думайте, что здесь дорогие отели либо апартаменты. И вы сможете их точно также найти по приемлемой цене. Не советую селиться в районе Хакни. Там не очень безопасно. Мы сейчас находимся в районе Чайна Таун. Это самый центр города. Здесь, наверное, есть какие-то отельчики, но я здесь тоже жить особо вам не рекомендую. Я всегда останавливаюсь в районе Виктория. У меня есть на то свои причины. Очень просто добраться из аэропорта Гатвик, куда прилетает до Виктории Стейшн Гатвик Экспрессом. Это раз. Во-вторых, в районе Виктория есть отель, который мне очень нравится, в котором большие номера. Называется Парк Плаза Виктория. Потому что в целом в Лондоне номера очень маленькие. Да, не пугайтесь, если у вас будет одна небольшая кровать, маленькая душевая, туалетик. И вы будете искать, куда же вам поставить свой багаж. Цены на отеле очень сильно отличаются в зависимости от сезона, но очень сильно вниз никогда не падают, потому что Лондон – это бизнес, финансовая столица. Поэтому людей сюда приезжает много, и они всегда загружены. В среднем трехзвездочный отель вам обойдется порядка 100 фунтов за одну ночь. И да, Лондон сможет удивить даже гурманов, друзья. Здесь представлены практически все кухни мира. Если вы хотите питаться выгодно и дешево, то вам супермаркет. Учтите, что супермаркеты работают не до поздна. Практически все хорошие рестораны, точно так же, как и в Италии, и во Франции, например, открываются только на обед с 12 до 3, и потом с 6 часов уже на ужин. Поэтому в промежутке между этим временем вы туда не зайдете. Но есть туристические места, но очень популярные вкусы. Например, куда я пойду сейчас, куда можно попасть в течение всего дня. Пойдем. Мне дали вот такую штуку, отправили на бар. Из-за того, что знает меня, я уже, наверное, десятый раз прихожу в этот ресторан. Мне придется ждать всего лишь полчаса, и меня посадят за стол. Обычно ожидания может быть и больше. Я вижу здесь множество британцев, которые уже празднуют Christmas party, и все они чего не попьют коктейли. Чаще всего они вообще пьют пиво, и это пиво пьют в тех же пабах, и пьют его на улице. Есть такое понятие, по-английски называется binge drinking. Это, знаете, очень много пьют. Так вот это про британцев. Британцы не просто много пьют, британцы очень много пьют. Просто в стельку. Поэтому, когда вы приезжаете даже, не знаю, в Хорватию, Италию, вы видите шумный, гуляющий народ, скорее всего, это британцы. Они так всегда и делают. Зазвенел этот звоночек, и меня наконец-то посадили за стол. Как видите, у людей просто полный зал. И так всегда, в любое время года, с утра до вечера. Поэтому, если вы хотите попасть в хорошее место, обязательно его бронируйте. Обязательно попробуйте из британского. Это fish and chips. Это просто жареная картошка вместе с рыбой жареной. Это сосиски с картошкой пюре. Fish and chips обычно стоят от 3 до 7 фунтов. Также можете попробовать пироги. Разновидность пирогов просто зашкаливает. Средняя цена на них 5 фунтов. И на десерт отведайте пудинга. Сейчас я закажусь в моем, одним из любимейших индийских ресторанах, в которых в основном всегда обедаю и ужинаю. И что я ем? Я ем fried okra. У меня шпинат вместе с брокколи, полезное блюдо. И практически вот такое блюдо на main dish. Это такой себе суп из картошки и бобовых. И вот такие вот лепешечки. Серьезненькие. Ну что, приятного аппетита. Понятное дело, что Лондон это город-достопримечательность. Их здесь множество. Я посетил практически все из моих любимых и из тех, которые не просто must see, а нужно увидеть. Первое. Возьмите обычный автобус. Да, вот такой вот двухэтажный автобус. Он стоит от 20 до 40 фунтов за человека. Если вы купите билеты онлайн, то вы сможете сэкономить около 5 фунтов. На этом автобусе вы можете кататься целый день. Ибо есть экскурсии на 2 дня. Автобус называется Hop on Hop off. И есть несколько компаний, которые предоставляют такие услуги. И есть несколько маршрутов. Таким образом, вы сможете объехать весь исторический Лондон. Где вы захотите, сможете выйти, посмотреть достопримечательность, прыгнуть в следующий автобус и поехать дальше. Если вы хотите увидеть Лондон с высоты птичьего полета, обязательно пойдите на London Eye. London Eye находится сразу за Big Ben. Big Ben, кстати говоря, это не все вот это вот здание. Это только часы. Называется Big Ben. Так вот, London Eye. Лучше купите билеты заранее и лучше онлайн. Мало того, что вы сможете существенно сэкономить, так вам не придется стоять в очереди за билетами на London Eye, а потом на вход в сам London Eye. И здесь еще один совет для тех людей, которые любят свое время тратить выгодно. Заплатите всего лишь на 10 пунктов дороже и попадите в фаст-трек, который позволит вам попасть на London Eye в отдельной очереди, там, где совсем мало людей. Если вам хочется попасть в то место, где похоронен Исаак Ньютон, да, именно тот Ньютон, которому на голову упало, что? Яблоко. Именно тот человек, который, оказывается, был еще секретным участником масонского сообщества. Так вот, если вам хочется попасть в то место, где похоронено наибольшее количество известных британцев и не только британцев, тогда отправляйтесь в Вестминское аббатство. Вход туда стоит, если я не ошибаюсь, порядка 20 фунтов. Очереди огромные, поэтому заранее покупайте свои билеты онлайн. А если хотите попробовать попасть бесплатно, можете сказать, что вы на службу. И, возможно, вас пропустят. Я так не пробовал, но некоторые мои друзья так уже проходили. Знаете, кто такой Бэнкси? Бэнкси – это самый известный в мире художник стрит-арта. Так вот, Лондон практически является столицей стрит-арта. В центре вы этим, скорее всего, не насладитесь. Так вот, если хотите увидеть настоящий лондонский стрит-арт, тогда вам следующие районы. Камден, Шордич и Барбикан. Транспорт. Лондон условно разделен на 9 зон. Чтобы было понятнее, первая и вторая зона – это центр города. Шестая – хитроу. Девятая же – это пригород. Стоимость проезда на метро и на электричках варьируется в зависимости от пересекаемых вами зон. На автобусах же она неизменна. Есть 3 способа оплаты проезда. Одноразовый бумажный билет. Этот билет действительный на проезд только в метро. Его стоит покупать только если вы собираетесь проехать метро всего лишь один раз. Проездной билет на один день. Day travel card. Если вы в Лондоне на денек и собираетесь совершить не одну поездку, то вам стоит купить именно такой билет. Он действительный в зонах 1.4 для передвижения по этим зонам. Независимо от часа пик он стоит 12 фунтов на весь день. Зоны же 1.6 – это включает в себя передвижение в аэропорт хитроу – стоит 17 фунтов. 12 фунтов вне час пик. Самое экономное решение для проезда в транспорте – это купить себе Oyster card. Но это в том случае, если вы действительно собираетесь кататься много и не один день. Стоит эта карта 5 фунтов. Но это залоговая стоимость. И называется эта вся система Pay As You Go. Вы пополняете карту и пользуетесь ей во всех транспортных средствах. Просто прикладываете, и нужная сумма снимается. Но при этом вы сильно экономите. Например, оплата в зоне 1.2 в метро вам обойдется в 2.90 фунтов в час пик. В не час пик – 2.40. Так, для сравнения, одноразовый билет на поездку стоит 6.5 фунтов. И для путешественников, которые хотят экономить свое время и не стоять в очереди за Oyster card либо за проездным билетом, я рекомендую пользоваться волшебной картой. У меня есть волшебная карта от OTP банка вместе с Mastercard. Там есть технология Pay Pass. Сейчас я ее просто прикладываю, когда захожу в метро, и прикладываю, когда выхожу из метро. И не стою в очереди, и экономлю свое время. Друзья, я постарался в этом видео поделиться всем тем опытом, который приобрел за эти 30 поездок. Я очень благодарен, что вы досмотрели до этого момента. Если вам нравится, подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать внизу. Поставьте лайк, напишите комментарий, что вам понравилось. Возможно, что-то не понравилось. Но самое важное, пожалуйста, делайте то, от чего ваше сердце поет, как это делаю я. Делаю не только для вас. Я, в первую очередь, делаю для себя. Пока. Все. Стоп, Андрюха, ты молодец. Ты просто зайчик, блин. Ты просто зайчик.